В Москве состоялась премьера молодой марки Тэнк, основанной китайским концерном Great Wall для выпуска внедорожников. Продажи двух моделей Тэнк 300 и Тэнк 500 начнутся в России в первом полугодии 2023 года. Напомним общие параметры. Оба Тэнка это настоящие рамные грязомесы с понижающей передачей и зависимой задней подвеской. Очевидно, подробное знакомство с машинами еще впереди, поэтому на первом показе машины стояли закрытыми. Зато у нас появилась возможность поговорить с новым шефом российского представительства. И начали мы с вопроса, выгодно ли еще выпускать автомобили в России. Ведь тульская площадка Хавейла остается единственным иностранным заводом, который не остановлен. По-разному. Если мы вернемся к той ситуации, когда мы планировали нашу бизнес-модель, то тогда, наверное, я бы смог ответить очень четко на этот вопрос. Сейчас очень многое изменилось. Если мы возьмем логистические касты, то они выросли фактически на порядок. И поэтому сейчас производить, скажем так, достаточно сложно. Тем не менее, я повторю, у нас завод в России, и мы, несмотря на все издержки, которые есть, мы производим машины. Не могли мы не спросить и о подорожании автомобилей в целом. Почему цены в Китае потеряли всякую связь с российскими? Наверное, самый простой ответ. Нельзя сравнивать цены в локальных рынках. Потому что, если вы запускаете бренд на другом рынке, вы должны делать большое количество работы. Это адаптация. Мы не берем просто машину, которая производится в Китае, и не везем ее в Россию. Требуется сертификация. Нельзя забывать эти логистические маршруты, которые есть, потому что загрузка существующих маршрутов достаточно сложная. Ну и, наверное, не последнее место занимает налоги. Поэтому просто смотреть, скажем так, цены в Китае и теоретически считать, что они могут быть в России, это невозможно. Вместе с тем, с конца лета Хавейл Мотор Рус уже несколько раз корректировал цены вниз. Когда факторы стали смягчаться или стабилизироваться, компания перешла, скажем так, от ситуации, когда надо управлять риском, к ситуации, когда надо продавать машины. И мы начали наши цены фактически переводить к тому уровню спроса, который есть на рынке. Помимо обычных шоурумов, продавать внедорожники Тэнк будут через интернет. Для этого запустят приложение и онлайн-витрину. Впрочем, выдавать машины все равно будут дилеры. Фактически будут две точки входа. Это приложение, которое сейчас создается, и наш собственный сайт с единым доступом. Да, покупатель может зайти на сайт, может выбрать софицикацию, может определить то, что он хочет купить, цвет, и фактически либо предоплатить, либо платить машину полностью. Комплектации цены самих автомобилей марка Тэнк обнародует в феврале. Редактор субтитров А.Семкин